Всем привет! Мы в Веселовке на Чёрном море. Приехали сюда почему? Потому что на Азовском море огромное количество медуз. Остановились мы около пляжа рядом с Солёным озером. Очень много людей, которые мажутся грязью. Это всё сегодня я вам покажу. В общем, покажу обстановку, которая сейчас у нас в Тиморюкском районе, в прекрасном месте на берегу Чёрного моря. Сегодня у нас здесь волны. Чуть позже пойдём купаться. Надеюсь, что медуз не будет. Кстати, если вы не видели мой сюжет про Азовское море, где заполонили медузы в сопобережье, то обязательно переходите и посмотрите. Итак, для ориентира. Впереди, вот прямо вот там, находится Солёное озеро, где люди мажутся грязью и идут потом отмываться вот сюда, в Чёрное море. Сама Веселовка, она вот остаётся справа от озера. И здесь уже начинается оборудованный пляж. Есть кабинки для перебивания, души, туалеты, навесы, лежаки. В общем, всё для комфортного отдыха. Народу здесь очень много. Снимаю в сторону как раз Веселовки. И если показывать против солнца, то около озера ещё больше народу. На Бугасской косе, которую мы проезжали, тоже очень много машин. Все приезжают отдыхать дикарями. Вот такое вот море. Кстати, цвет сегодня очень похож на Азовское море. Возможно, из-за того, что очень много людей. И песок набаламучен. И, соответственно, море тоже вот имеет такой вот песочный оттенок. Не так давно здесь Веселовку подогнали, так скажем, под единый стандарт пляжной инфраструктуры. Сделали вот такие вот навесы. Ну, стало очень прилично. Смотрите, какой красивый замок. Но море близко к нему подходит. Очень тёплая погода. Даже, сказала бы, жаркая. Ну и море, конечно, очень приятное для купания температуры. Напишите, кстати, в комментариях, где именно вы любите отдыхать. На Чёрном или на Азовском море больше. И, кстати, вот интересно. Мы когда ехали в Веселовку. Веселовка является как бы тупиковым посёлком. И очень много сюда машин едет. Именно это понятно, потому что разные регионы. Вот. Это место с шикарными песочными пляжами. С хорошим заходом в море. И сюда любят приезжать именно семьи с детьми. Даже просто гулять по берегу очень приятно, потому что шум, волн, он ласкает ухо. Даже люди останавливаются с палатками, которые предпочитают дикий отдых. Я медленно подхожу к самому центральному заходу со стороны Солёного озера. Конечно, если вы снимаете жильё в Веселовке, то вам ближе всего будет идти отдыхать на центральный пляж. Он также оборудован там. Также есть кафешки. Здесь, по-моему, просто, как, знаете, такие ларёчки, где можно что-то купить. Многие, приезжая в Веселовку, размещаются не около берега, хотя и здесь тоже есть на берегу разные гостевые дома, гостиницы. Многие размещаются в самом посёлке Веселовка. Почему? Потому что там дешевле, но 3 километра до моря. Те, кто на машине, конечно, для них это не проблема. А те, кто только приехал на своих двоих, там, на поезде, конечно, для них проблема каждый день добираться. Хотя до пляжа ходит автобус ежедневно, но не так уж много рейсов. Порядка, наверное, 3 рейса в день. Поэтому, конечно, наверное, если вы хотите ежедневно по несколько раз в день купаться, лучше, наверное, всё-таки искать себе жильё именно около моря, в непосредственной шаговой доступности от моря. Мы любим Веселовку, потому что, вот действительно, посмотрите, какие прекрасные песчаные пляжи, чистое море. Ну и однажды мы, даже, наверное, пару раз, мы мазались лечебной грязью из солёного озера. И люди прямо такими чёрными фантомасами выходят. Пока не вижу, но обязательно покажу. Видите, сколько людей отдыхает? Ну, очень много. И, конечно, сейчас многие те, кто приехал отдыхать на Азовское море, мы советуем приезжать на Чёрное, и пока медузы никуда не ушли, купаться именно здесь, на Чёрном море, чтобы ваш отпуск не был испорчен нашествием медуз. Здесь никакого запаха нет, вот просто морской, приятный для носа запах. Морская волна. Такое небольшое какое-то заведение, где там продают какие-то напитки, наверное, и что-то такое, какие-то снеки буквально, чтобы перекусить. Но каких-то таких именно кафешек я здесь не видела. Моцеловка также славится тем, что здесь всегда много дельфинов. И поэтому многие даже приезжают для того, чтобы увидеть этих самых дельфинов. именно около самого озера оставляют машины те, кто приезжают купаться в Веселовку, и сразу идут пешочком либо до пляжа, либо мазаться грязью. Ну, машин действительно много, я когда сама приехала, честно, удивилась. Наверное, даже в прошлом году не было столько туристов отдыхающих. А в этом году как-то даже меня удивляет количество машин, людей, которые приезжают. Сейчас постараюсь дойти до самого озера, показать вам соль, ну или грязь, смотря в каком она сейчас состоянии. Кстати, вот интересно, что в разные месяцы лета озеро в разном облике. То оно больше с солью выступающей, то больше даже у неё грязи. И вот когда очень жарко, она больше кристаллизируется. И вот под именно солью, под коркой соли, чёрная лечебная грязь. Вот он пляж Веселовка, который я вам показала. Можете оценить ситуацию, сколько машин. И вот уже люди, намазавшись грязью, идут смывать её. Смотрите, целая семья возвращается после грязевых процедур. Посмотрите, как интересны такие канавки, где люди сидят и мажутся грязью. Она такая чёрная-чёрная. Кто-то прям всё тело мажет, а кто-то суставы. И, кстати, сейчас соли даже практически не видно. Такие ванночки, резервуары с грязью. Просто невероятно. Да. И эта грязь очень полезная, лечебная. Поэтому люди стараются мазаться ею, получить, так скажем, комплекс процедур. Такая грязь очень густая. очень тяжело руки не замарать, потому что спускаешься и скользко. Но есть способ, как не замарать руки и унести вещи, которые вы с собой берёте. мазут, скорее. Да. Это древнее солёное озеро. Ага. Высохший участок и вот эти вот грязи, которые, они лечебные. Ну что, кто рискнёт в такую лечебную водичку прыгнуть, процедуры принимать. Всем нравится. Конечно, всё-таки, если вы решитесь искупнуться в таком грязевом озере, всё-таки, наверное, совет надевать какие-то старые купальники. Почему? Потому что, ну, немножко замарается. Конечно, оно всё, в принципе, в море остирывается, но если у вас белый купальник или какой-то дорогой, вам его жалко, наверное, не стоит. Берите старые купальники с собой, и тогда без зрения совести сможете залезть, залезть, как все отдыхающие, в эти лунки, я не знаю, в лужи с грязью. Да. И зато, представляете, вот какие воспоминания на всю жизнь. Вот отдых не просто купание в море, да, но ещё и оздоровление. Ну, ещё, конечно, совет, приезжайте на Таманский полуостров, смотрите вулканы, да, грязевые вулканы, это тоже очень полезно для здоровья, если знать меру и делать процедуры постоянно. Тогда вылечитесь там от каких-то болезней кожи, суставы перестанут болеть, потому что, когда к нам приезжали в гости друзья, они вот именно на постоянной основе принимали процедуры и оздоравливались. Водичка достаточно приятная, с удовольствием сейчас окунусь. Вроде бы медийки нет, и это очень радует, потому что Озодское море, ну, как вы знаете, разочаровывает последние месяцы и вообще последнее время. Озодское море что даже море в принципе не цветет, не так уж много водорослей, а хотя в Анапе прямо сейчас пик и очень много камки, а тут в принципе не так много. Ну, конечно, встречается, но как бы терпимо. Я думаю, гораздо приятнее даже покупаться водоросли, чем в медузах, которые жалят все тело. водичка классная, очень теплая, ну, наверное, градусов 26 точно, что для Черного моря очень здорово. Ох ты, ох, как я себя. Владик, смотри, арбуз лопнул. Значит, спелый. он разрыл просто в клочьях. Прикольно. Первый арбуз в этом году. Ну да. Арбуз замечательный. Настолько классный, что лопнул, да? Ну, спелый, на очень начинку. Так, ну, это розовый. Сейчас проверим. Ну да, проверим. Так. Надо сразу же курт куда-нибудь вбрасывать. Сюда. Так. На пляже будем есть арбуз. Так. Сейчас проверим. Что это? Ой, улетал. Улетал. Владик. Спасибо. Посмотрите, люди просто чумазые, черные, все в грязи, вышли с озера и будут сейчас мыться классно. и даже ребенок залез в грязь. Ха-ха-ха. Спасибо. Спасибо.